Вот самодельная штанга тоже из арматуры и тракционных катков. Ну, куда деваться? Старый тренажерный зал Новоилюзанской школы напоминает механизированный парк. Многие снаряды собраны из отживших в свой век деталей сельхозмашин. Наставник по греко-римской борьбе Владимир Борисов знает все характеристики тренажеров-конструкторов. Вес штанги, самодельных блинов для нее. До недавних пор в таких условиях тренировались сельские спортсмены. Теперь все будет иначе. Проект компании «Фосагра Дрозд-Село» приводит спорт в сельскую жизнь. Точнее, привозит. На днях машина, груженная тренажерами, прибыла в Новую Юлизань. Подарок начали распаковывать, не откладывая. Понял, что это? Что ты понял? Вот теперь будете заниматься, видишь? А кто это такое, как этот тренажер? А для чего он нужен? Чтобы заниматься. Проект, который стартовал пять лет тому назад в Дрозд-Село. В этом проекте как раз это село у нас и прошло Новый Юлизань. В администрации города Балакова был отремонтирован этот зал для греко-римской борьбы. Мы купили тренажеры. Сельская тренажерка – один из этапов спортивного развития Новой Юлизани. Семь лет назад в этой школе у борцов было всего два мата для тренировок. А сейчас – настоящий зал греко-римской борьбы, который обустроен также при поддержке компании «Фосагра». Этот вид спорта здесь очень популярен. И наставник поддерживает в сельских ребятишках стремление к высокому результату и на соревнованиях, и во время тренировок. Кто более-менее способен, здоровый, те все приходят. У меня и девочки занимаются тоже, и призеры есть в области, победители в области есть. Девочки даже у меня участвуют на ПФО. В принципе, каждый год у нас призер или чемпион обязательно. Спортивная обнова порадует не только юных спортсменов из секции. Местная школа – это настоящий сельский центр культурный и физкультурный. Поэтому двери спортзала и тренажерной комнаты открыты для всех, говорит директор школы Василя Шофеева. У нас детей в школе 31 в этом году, но у нас еще садик есть. Все село будет заниматься и молодежь, и старый, и младший. А руководитель проекта «Дрост село» Фуркат Амиров, депутат Наталья Бахарева и руководство Балаковского филиала АО «Апатит» уже строит спортивные планы на будущее, и в них продолжение развития села Новая Елюзань. Мы планируем здесь сделать уже уличную большую спортивную площадку. Данный проект уже прошел все экспертизы, он подан в установленные сроки на министерство, для того, чтобы исполнить мечту школьников, чтобы здесь появилась уже современная еще и уличная спортивная площадка. Не отстают от школьников и педагоги. У них тоже есть мечта – возродить традицию проведения межшкольных спартакиад среди учителей. И уже сейчас они начали обсуждение, когда и где организовать состязание. С местом проведения проблем не возникает, ведь благодаря проекту «Дроссело» во многих селах Боково-Отрогского муниципального образования отремонтированы школьные спортивные залы. Да и на днях сертификаты на оборудование для тренажерных залов также получили представители школ Наумовки, Комсомольского, Боково-Отрога, Маянги и Новополиводина. Так что готовиться к соревнованиям учителям есть где. Осталось лишь определиться с датой спартакиады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова